Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из красивейших и неожиданных комбинаций в русских шашках. И в конце мы рассмотрим одну из самых красивых партий в русские шашки, которую я когда-либо видел. Она была сыграна двумя гроссмейстерами. Сергеем Белошиевым и Евгением Кондраченко. Оба являются шашечными знаменитостями, настоящими звездами. Давайте сперва рассмотрим саму идею комбинации. Она придумана московским мастером Николаем Кукуевым. В этой позиции белые начинают и проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Комбинация очень сложная и неожиданная. Но могу подсказку дать небольшую, кто будет, как говорится, ломать голову. Белые начинают жертвовать шашки, а затем делают тихий ход и выигрывают. Показываю решение. Белые жертвуют шашку ходом FG3. Затем жертвуют вторую шашку. Третью шашку. И нападают на черный ходом GH2. И как бы черные не закрывались, либо так, либо так, все равно белые проводят выигрывающий удар. Ну, допустим, так. Белые жертвуют шашку. И выигрывают. То есть на HG3 мы бьем шашкой на E3 и на ход GH2 играем EF2. Теперь дамку ставить нельзя, потому что мы ее тут же ловим. А если дамку не ставить, допустим, играть FE5, тогда мы жертвуем две шашки, ну и легко выигрываем. Вот такая красивая и необычная комбинация. Идею этой комбинации развил белорусский гроссмейстер Вениамин Городецкий. В своей книге «Романтика шашек» он показывает еще одну необычную комбинацию со схожей идеей. То есть эта позиция встретилась в сеансе одновременной игры, которую давал гроссмейстер Городецкий. И его соперникам было несколько соперников. То есть они между собой консультировались, долго совещались. Но все-таки сделали ход FG7. На самом деле здесь он проигрывает. Белые проводят схожую комбинацию. Но справедливости ради отметим, что здесь спасал черный ход ED6. И после ED4 тогда уже черные могли сыграть FG7 и все-таки достичь ничьей. Но черные ошиблись и сыграли FG7. И гроссмейстер Городецкий блеснул комбинацией. Белые ходят AB6. Ну и в какую бы сторону черные не били, они проигрывают. Если они бьют вперед на А3, когда белые жертвуют еще одну шашку. Затем играют CD4. Ну и как бы черные не били, белая дамка проводит вот такой удар. То есть два раза через одну шашку перескакивать мы не можем. И затем после удара снимаем шашки. Ну и как бы черные не ловили белых, либо так, либо эдак. Белые остаются с лишней шашкой и легко побеждают. Если же черные на ход AB6 били в эту сторону, тогда белые жертвуют ходом EF4 шашку. Затем CD4. Ну и получается уже знакомая нам комбинация. Белые нападают ходом в GH2. Ну и как бы черные не закрывались, белые затем играют D3 и легко побеждают. Сильнейшее сопротивление здесь черные могут оказать ходом в GH6. Они жертвуют 3 шашки. Ну и играют FE5. Теперь белым лучше всего сделать выжидательный ход FE7. То есть если черная игра, допустим, EF4, мы нападаем и легко выигрываем. А если GF4, тогда белые меняются и бьют на поле C3 с выигрышем. То есть, а если черная игра от AB6, мы снова ждем. BA5 ждем. BA7 ждем. AB6 ждем. Ну и если теперь черные все-таки выходят, GF4, мы меняемся на поле C3. И на ход HG5, то есть такой ход снова невозможен. На ход HG5 проводим второй ударчик. Отдали одну, отдали вторую. Ну и загребущими руками снимаем 5 шашек соперника. Красота. Теперь, друзья, мы рассмотрим партию Белошиев-Кондраченко. Выпала следующая жеребьевка дебюта. Белая шашка G3 летит на D4. Черная шашка A7 летит на поле E5. Белые размениваются ходом DC5. Сильнейший ход. И занимают сильное поле C5. Черная игра от HG5 готовится к следующему размену. Белые играют БА3. Черные разменивают вот эту сильную шашку. Белые развивают свой сильный левый фланг. Черные также подтягивают свои шашки ближе к центру. Здесь черные укрепляются. И белые размениваются на фланг. Теперь черные играют БА7. И белые играют АЖ3. Хотят подвязать позицию черных ходом GH4. Но черные сами играют GH4. Не дают. То есть связывают белых. И белые играют ДЕ3. И здесь Евгений ошибается. Он играет... Делает ход АЖ5. Ну, в принципе, он еще ведет к ничей. Но здесь уже надо играть точно. И Сергей Белышеев проводит неожиданную комбинацию. Отдает шашку АБ6. Но в эту сторону бить бесполезно. Белые выиграют. Поэтому черные бьют на бортик. Белые отдают еще одну шашку. Затем еще одну. И еще одну. Ну, и получается уже знакомая нам комбинация. После хода GH2 Евгений Кондраченко, который очень любит комбинации, здесь он сдался. Но на самом деле черные здесь могли достичь красивой ничьей. Для этого надо было сыграть GF4. Белые отдают шашку. И проходят в дамки. Теперь черные играют АЖ3. Белые бьют на Е3. И черные играют GH2. Теперь белые играют ЕF2. Если черные сейчас ходят FE5, то белые выигрывают с помощью комбинации. Они отдают одну шашку, затем вторую. И дамкой снимают две шашки черных с победой. Если же черные ставят здесь дамку, то белые выиграют вот таким образом. Они отдают две шашки. И белые бьют затем на поле Е3. Надо играть FE5. Белые играют дамкой на C5. И после хода ЕF4 белые выигрывают вот таким образом. Красота! Если черные отдают здесь шашку, то белые бьют. Черные ставят дамку. И как сказал Сергей Белошиев, белые выигрывают вот таким образом. Ставят дамку на B8. GH2 нельзя играть. Дамка ловится. Приходится играть АБ6. И после хода БА7 черные проигрывают. На самом деле, друзья, здесь черные не проигрывают. То есть в этой позиции крылась ничья. Сергей Белошиев допустил неточность. То есть здесь черные могли сыграть GH2. Белым надо бить на поле D4. Иначе черные займут большую дорогу. И теперь черные играют на D6. Ну и как бы белые не играли, черные достигают ничьей. То есть на любой ход по большой дороге белых черные играют на C5. То есть не дают сдвинуться вот этим двум шашкам. Они их связали прочно. Теперь если белые нападают, то черные снова отходят. Если же белые делают выжидательный ход, черные снова связывают белых. Белые еще раз ходят по большой дороге. То черные играют на поле B6. И обратите внимание, что шашки белых так и не могут сдвинуться. А теперь если белые отходят, нападают на дамку черных. То есть черные просто отходят. И затем белые если отойдут, то черные снова связывают белых. Естественно на поле А7 нельзя играть. Потому что дамка черных погибнет. Вот так могли достичь ничьей черные. То есть в этой позиции после хода FG5 все-таки есть победа за белых. Для этого надо играть не на B8, а на E5. Теперь если черные играют на H2, ну мы просто закрываемся шашкой. То есть грозим поймать дамку черных. Черным надо нападать на шашку белых. И белые шашки свободно проходят в дамке постепенно. Если же черные играют АB6, ну тогда мы выигрываем следующим образом. За белых мы нападаем на шашку черных. И обратите внимание, что черным все равно нельзя жертвовать шашку. Вроде бы кажется, что они достигают ничьей. Но на самом деле они заблудились на двойнике. То есть белые жертвуют шашку обратно и играют АБ8. Остается единственный ход и дамка черных гибнет. Если же черные не играют, GH2, допустим, отходят шашкой. Ну снова мы играем в этой позиции FG3. То есть грозим поймать дамку черных. Черным надо нападать на шашку белых. Тогда мы играем FG3, ой, и EF4. Ну и постепенно вытесняем дамку черных с верхнего двойника. И постепенно проводим шашки в дамке. Проводим все три шашки в дамке. Строим боевую позицию и легко выигрываем. Кажется, что черные проигрывают в этой позиции при любом раскладе. Но на самом деле ничья у черных все-таки есть. Здесь надо было сыграть AB6. Ну и такой ударчик за белых здесь не проходит. Белые играют FE5, BC5 или BA5. И белые не выигрывают эту позицию. То есть, если, допустим, белые играют на поле F4, мы просто ставим дамку, ну и опять белые не могут выиграть. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели очень необычную и красивую комбинацию. Напомню еще раз вам, что впервые эта идея была найдена московским мастером Николаем Кукуевым, который, кстати, и открыл гамбит Кукуева тоже. Дебют с жертвой шашки. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания.